сейчас мы находимся в ангельсе ну и соответственно поедем себе на урал домой поедем и через пугачева дорогу через пугачева который многих и многих интересует какого качества мне тоже и витую за человек 10 написали вконтакте спрашивали за не спрашивали очень везде всех интересует и вот решили не ехать саратов сызер где дорога в принципе хорошая ради вас ребят съездить через пугачева жаль конечно машинку жаль подвеску ну ладно съездим посмотрим сейчас мы выезжаем из англиса и глянем какая там дорожка все-таки поменяла что-то за пару лет мы двадцать первом году после расследования или ничего не поменялось двадцать первом году я сказал что еще бы я больше туда не поехал ну при том состоянии посмотрим что я скажу в этом году подняли арахис в дорогу вот это арахис полная лажа ну невкусный вообще я не думал что арахис может быть невкусным абсолютно но вот они смогли сделать его невкусным вот такие вот ребята вообще не категорически не советую тратить на это деньги что ставим ставки господа чё там будет но вообще вот сейчас выехали саратов сначала чуть не очень такой дороги до и сучки сейчас сейчас вот новый асфальт уже до самара через километров до пугачева до истинка мы так тут 70 а все у ангельца хорошо свечи на поля ровно дорога широкая расходящая по табличке 389 сам начале когда заплаты шина дорога пошла рисучка но в принципе обезьян не буду я за плохую считать удовлетворительно скажем так маркс прямо показывает вот это и гостиница как-то ночевали в принципе нормально гостиниц вот такое покрытие до населенного пункта ворловская пока едется очень комфортно неприятная Tomb中 проверить 46 90 95 50 50 югория какая-то так ограничение 70 bad petrol 47 50 на стороне устава 31 20 цени поменьше гостиница здесь населенный пербирское хозяйство столовая гостиницы и так далее дорога баканова и подтесного балаковский район дорога в этом морде с этой дороге и дороги на волгоград том что у них растительности мало в камне деревьев а ветра дует бывает большой как сейчас вообще прям бывают ударами такими по машине приходится конечно да и когда фура проезжает ну на такой узкой дороге конечно это не комфортно да это че у нас заправка роснефть 40 60 92 95 51 20 я вам скажу когда обходить сейчас подожди ну вот не видно ничего память мне не изменяет проезжаем вот им заводы после этого вроде дорога должна плохая быть что-то она новая появляется самара двести шестьдесят из класса обезьянная балакова нам было выдав астрок пояска отрок Пока едем, нормальная дорога, без всяких проблем, ровная. Я поспал на это, а ровнее на горячее. Временами кусочки старой дороги встречаются, очень мелкие. И так вот новая дорога. Идем в Пугачевский район. Почти работает. Дорога сменилась пока. Таблеточка тысячи метров аварийная написана. Ну все. Дорога испортилась, теперь я. Сделал. Улицу Дубак. Вроде 18 градусов, но такое ведрище. Не отходят, продирает. Как овечки гуляют. У них шесть толстоват. Километр по плохой дороге сейчас. Опять новенькая посла. А будем надеяться, что она до Самары будет. Быстро закончилось. Влазил я ее. Ну. Вот это еще пока фигня дорога. Самая хреновая, это была эта, где колейность. Посмотрим, осталась она, нет? Пугачева, 22 километра. На это пока едем. 80 можно. По 90 поехали. В принципе, ям-то больше каких-то я не вижу здесь. Ну, неприятная. У иномарка, он в пират валяется от нее. Ага. Кем он обогнал меня просто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же так, а? А, вот смотри, опять новая дорога. Ну, короче, так участками, наверное, будет. Оп, кайф. Ну, плохая дорога. Пугачева, ну, у нас по бездной повело. А я решил вернуться. Через Пугачева проехать, пускай, через Пугачева проведет. Почему такая участь у Пугачева, да, с такой дорогой остаться? Почему так не повезло? Тут дорожки, конечно, постарались, каждую дырку вот так вот залатать. В принципе, терпимо едется. Ну, более-менее ровная дорожка пошла. Не знаю, зачем через Пугачев хотел поехать, но вот захотелось. Пугачев! Такое название пугать всегда. Пугачев, привет! Революционист, что ли? Дороги у тебя, конечно, адские. Мы их начали делать. Ведь трассу именно, ну, вот, объездную Пугачеву, ее передали, ее, короче, сделали федералкой. Соответственно, ее заклепают, наверное, заклепают. Мы надеемся. Переезды, конечно, такие себе прям печальненькие. Поэтому медленно приезжаются. Ох, 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 кого-то повели сейчас. Так, ну ладно. Переезды, интересно, потому что... Пугачев, а кто люди в нем живут, то жители пугачевцы, да? Или как правильно его называть? Кстати, посмотри. Да. А, ты что, билеты заказываешь? Да, я смотрю, за... Меньше, там, сомн, ты сбой, две тысячи нет. Угу. Что надо смотреть? Население Пугачева. Так, интересно, короче, мы с Ролиной когда туда ехали, еще на юг, по новостям сказали, что что-то там правительство у нас приняло, да? И что все билеты потешевеют. Да, 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 в два раза. Да, в два раза потешевеют билеты, и как раз надо там за детьми ехать. А тут она заходит, давай, смотри, билеты, так они, наоборот, подорожали, да? Да. Это у нас государство, это наше правительство. Я вообще вот... Слоб просто нет. Врут, как, как, не знаю, что. Ох ты, семечки, джин, пора ездит. 40 тысяч 127 человек на 2021 год. Ну, 40 тысяч 127 человек убывает, наверное, да? Да, убывает население. Ну, это понятно. С такими дорогами. С такими дорогами, говорит. Наоборот, с такими дорогами, ты попробовал ездить далеко от него. Колеса отвалятся, вернешься. Шучу, конечно. Тут же вертолюнное днебо какая-то есть в Пугачево. Какие-то военные свои фишки есть. Ну, а в них не будем, ладно, говорить. О, старинное здание. Школа, между прочим. В Пугачеве-то уже арбузы не растут, да, получается. Так, почему Самара направо, а мне он прямо говорит. Ну, ладно, поехали прямо. Тетечка, навигатор. Так, еще раз направо, Самара, а мне опять тетечка. Слушай, сейчас тетечка меня пошлет. Так, что это у них, типа, может, мини-центр? Китенок. Вот это что за здание большое? Пугачевская районная больница. Другой центр. И здесь он, говорит, направо мне позвонок. Окей. Мне кажется, если у них дорогу везде сделают, для них это будет праздник. Можно вместе с ним в России отмечать. Так ли это или нет? Интересно. А, вот, наверное, у них центр, как-то такой центр. Магниты. Мухите, огурочки. Восточные сладости. Короче, разные магазины. Вы слышите, по-моему, голоса, да? Дорога. ДНС, торговый центр Triumph, Авангард. Ну, магазинчиков здесь, конечно, много. Ага, едем дальше. Будь здорова. Блин, старинное здание, наверное, тут имеется. Достаточно. Притом симпатичные такие. Остановка шаурма номер один. Олейка. Вот домик симпатичный, кстати. Да, ветер так и не стекает. Притом он западный, я так понял. Сейчас бы по М5 нам ехать, так классно было бы нам взад. Поддувал бы экономия бензина. Тут пока он сопротивление нам оказывает. Ну, кив, фонари мощные. Смотри, как у них мощные. Красивые. Слушай, я никогда раньше не обращал внимание, что Пугачевич только старинный домов красивых. Прямо очень много. Прямо очень много. Революционный проспект. В общем, симпатично, симпатично. Кстати, а внутри гордая, вот смотрю, дорогу более-менее мы едем. Ну, центральная, да, видимо, какая-то. Ну, это что за пахинка такая? А навороченные стекла разбиты, значит, уже не рабочая тема. Пожарная часть была, может. Вон, а сколько вертолетов, смотри. Я так понял, тут то ли летное училище, то ли что. Мишка. Стоп. Все, выезжаем с Пугачева. Пугачев, всем пока-пока. А, смотри, здесь гостиница есть, охраняемая стоянка. Столовая. Душ. Лишь как удобно. Все вместе. Да. Ну, и, конечно, не весь Пугачев пролетали, но как навигейшн провел. На такой мы все населенные пункты подробно проезжали, как у себя в области. Мы бы, наверное, с тобой не через пять бы приехали домой с ним больше. Еще моечки. Заправочка от НК. Кстати, ни разу не пробовал бензин ТНКшный. Хороший, нет, подскажите, ребят. 51, 25, 95, 92, 47, 60. Дизель 57, 25. Тут же пропан, цену не увидел, а вон цена 26 рублей, дорого. И едем в сторону Самары. Тут опять дорожка, вроде как, типа новая. Ну, да я не знаю, этого года осваивать или нет. Может, предыдущего года. Ну, прям вообще ровнейший. Едем, балдеем. Пока что. Тут железки. Что-то в Лужанку проехали. Была хорошая дорога. Сейчас испортилось. После моста. Что не сделали. Немного потрясем органами. Ну, я смотрю, заплаток-то они тут наулюбляли. Ох. Ладно, посмотрим, сколько это там участок будет. 975 километров сейчас. В принципе, вот эта дорога с колейностью пошла. Еще осталась она. Но уже, блин, гораздо меньше. В плане, что до Покачева уже хорошая дорога. В основном. Ну, едем 80, нормально. Ну, местами здесь уже уложен новый асфальт еще. И я так скажу, тот плохой асфальт, да, они подлатали его. Понятно, что с заплатками, но все равно. Ну, пожалуйста, муж, спасибо. И тебе спасибо. Поэтому нормально. Ну, пока не торопимся. Вот сейчас полностью проедем. Я сделаю конечные выводы. А пока, вот вы сами видите, я достаточно подробно снимаю. Напоминаю, сегодня 11 июня 2023 года. Диевский район. Повернули на Ивантеевку. Дорога снова изменилась, но более-менее нормальная. Движение маленькое здесь. Трафик небольшой. Вот эти свежие заплатки. Видимо, дыры. Где вот конкретные дыры они заделывали. Да, трясет, но угрозы повреждению колес, по крайней мере. Прямо аграрный регион. Куча сена заготовлено, куча ферм. Правда, скотина не видна, да? Гуляет нет. Ивантеевка. Всем привет из Ивантеевки. А что она нас ведет через Ивантеевку? Тут нет обеззна. Ну ладно. О, Ивантеевки асфальтик новый. Шикартосно. Смотри, статуэтки стоят. При въезде. Так интересно. Ага. А тут с ребеночком. Так, магазинчики. Администрейшн, наверное. Айлаф и Вантелеевка. Молоко из Пугачева. Магнит. Аптека. В общем, все, что необходимо. Только чуть ни одного радио вне ловится у них. Стренны. Река Чернова. Реки все полноводные. Так, ну, прямо. Империя интересная. Не написано, что продают. Домики многоквартирные. Так, здесь по главной. Окей. Это, видимо, судя по всему, пост ДПС когда-то был. Или нет, корма продают. Гостиница на перекрестке. Ну, короче, как вы, вот тут. Переночевайте езди, заправиться езди, покушайте езди, починиться езди. А почему только не по этой дороге меня повела? Странно. Ну, ладно. Хотя здесь тоже, видите, нормальная дорога. В принципе, там, черная она, новая. Шашлик, Машлик, он есть. Опа-опа-опа. Трясучка, трясучка. Это что у нас, техника сельхоз? А, это асфальт, асфальт, который кушает. Неизвестная АЗС номер один. А, ну, вон опять новая дорожка начинается. Это радует. Знаменского, все, привет. Тоже стояночка. Ух ты, фига, там желтое поле рапса. Прям желтое-желтое. А, это, блин, забор. Я первый театр, я говорю, поле. Офигеть, толканулся. Ну, ладно. Слух тебе глазах, пучку. Да нет. Такой обман просто будет шикарный. Ну, едем, дорога отличная. Осталось до Самары 97 километров. Чапаев 64. Я не помню, откуда плохая дорога раньше стартовала. Забыл, реально. Напишите, откуда у меня. Причувствую, что как бы больше плохой дороги не будет до Самары. Уж больно она стабильно, ровная, с разметочкой. Неуверенно едем. Ну, раз так, то это, блин, очень круто. Всем привет из Марьевки. Теперь я по памяти вспоминаю, что здесь тоже была плохая дорога. Сейчас здесь ровная, асфальт положен. Есть хорошая разметочка. Очень плохая дорожка появилась здесь, до Самарки появилась. 30 сучка. Правда, сразу же, буквально через 10 метров. И вот, я так понял, в том году этот асфальт положили никогда более свежий. Еще немного, три сучки. Метра в 700, эта дорога плохая была, а сейчас срезанная асфальт. По нему более-менее едется, но это говорит о том, что скоро тут свеженький положат. Минуту проехала, и новый асфальт уже. Строительство новой дороги будет минус для птиц, наверное. Их тут очень много, и они ждут, когда зерновоз летит по этой дороге. У него зерно рассыпается, а они его кушают. А будет ровная дорога, зерно не будет рассыпаться. Птицам еды будет меньше. Вот как это. А, ну, будут мошек охотиться, а то разлинились. Участок такой дороги уже 5 километров летит в сторону Самары. Ну, мы едем в соточку. Как бы дыр больших нету. Ну, потряхивает так мягонько. Да, 5 километров длился, и снова новая дорога. А вокруг поля, да поля. Все пошла вот дорога, которую тоже, видимо, недавно делали. Ну, в год или пару лет назад с разметкой. Новое дорожное покрытие уже едут 2 километра по нему. Ну, и дальше продолжается. Чапаевский заехать. Надо заправиться. Тут есть заправка, так нефть. 40 литров закинуть ей. С приложения Яндекса. С одного литра будет скидочка на плюс баллы. Удобное приложение. Я сейчас не захожу туда. На заправку, а именно с приложением. Прямо сразу на колонку я плачу. Извини, Яндекс. Заправки называется. Ну, Чапаевскую все. Ну, привет. Ой, тут старый стопорчик тут. Петрол, инфарком, мест 100, призаправки от 200. 307, 2 рубля, с ней страны, с линами. Очень рады, ищите вас. Там все, пока. Так, тут 40. Камера стоят. Ну, и такой мрачненький городок, я бы сказал. Из-за того, что многие здания ведь облизлые. От этого и мрачность. Слева частный сектор. О, кто у нас проснулся? Второй водитель проснулся. Откуда, где мы едем? Великой. Да ладно, ладно. Чапаевск. Мы всегда должны быть приехали или приехали по твоему желанию. По моему желанию приехали. И по желанию моей машины. Ей хочется заправиться. Это от них здесь оказалось. Что это? Школа. Да, школа-интернат номер один. Так, до заправки километров. Надеюсь, нормальная заправка. Я думаю, что-то такое чел едет на скейте. Что за фирма-то-то-то, везде пивзавод. Еще гастоматки у них кирпичные. Вот есть и домики покрашенные. Уже сразу они смотрят за приятнее. Доедем до этой заправки. Заправки уже я вижу. Знакомую зеленую крышу. Так, все посмотрим по ценнику. До 105 до 50-80. Вот уже подешевшие. Маленько. Маленько. Эта очередь еще. Пушечку сейчас залью в туалет, бегаю, стекла протру. Блин, холодно, так что надеваю, наверное, надо штаны надевать. И это. И попрем дальше. Погнали. Далее. Путь. Выезжаем из Чапаевска до Самары. Я не знаю, стоит там еще дорогу показать. Ну ладно, посмотрим. Может там еще плохой участок есть. До бездной Самары, в общем, покажу. А дальше уже я буду снимать М5 непосредственно. От Самары до... До куда посмотрим? До Златуста или до Челябинска? Памятник. Центр у них крупный. Панорама. Дальше магнит. Экстренный, наверное, какой-нибудь семейный. Парк имени Чапаева. Чапаевский пейминг город. Я только не помню, что такое. ДК написано. Ну это центр. Дворец Капутора. Дворец Капутора. Понял. Больное поле у них тут. Периличное. А, и хоккейное, и футбольное. Спортплощадка. Классно. на молодежь гуляет старт едовая арена тоже пытались какой-то рисунку изобразить о, фонтанчик даже есть небольшой даем ее опять красные выехали из Чапаевска, Чапаевска, пока-пока мы едем дальше не помню, сказал нет через Пугачев дорога там камер достаточно много на столбах стоят, там где пешеходные переходы, к примеру и бывает, ну на машинах стоят сами свои, треноги выставляют так что сильно там не разгоняйтесь где-то еще не объездная Самара, но она уже разделилась две полосы в каждую сторону дорога хорошая ну все, ребят, можно подвести итог в общем, проехали мы по этой дороге от Саратова до объездной Самары в принципе, дорога Пугачева намного улучшилась теперь она достаточно издабельна участков плохих достаточно мало хороших стало много поэтому каждый сам принимает решение ехать или нет но я бы, вот если в 21 году говорил, что больше не поеду то сейчас я бы поехал еще там сократить километраж в принципе, быстро проехали тебе как дорога, ты же тоже водитель поговори хорошая дорога хорошая, ей даже хорошая она поспать даже два раза успела и я один раз собственно, вот такие пироги с котятами сидят, они милкают я рад, что дороги улучшаются через пару лет, я думаю, там вообще будет огонь дорога все сделают и все будет клево птичек только жалко на ровной дороге грузовики не будут зерно рассыпать, они не будут кушать ну и ничего на мошек пускай охотятся пускай Волгоградскую область летят у меня весь бампер уделан с этих мошек вот, значит, мы с вами уже проделали большую дорогу из Краснодара, грубо говоря, до Волгограда проверили через Сайвск-Котельниково дорога хорошая ссылочка будет в описании под видео и проверили эту дорогу, она хорошая далее видео у нас проверяем М5 от Самары обездной и до, не знаю, Златоусты, Челябинск посмотрим в эту степь пока всем подписывайтесь на канал